Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский в студии Гульнуржакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. В Караганде разгорелся скандал в одном из частных детских садов. Мать трехлетней девочки, у которой диагноз ДЦП, обвиняет директора дошкольного учреждения в вымогательстве и грубом обращении с ребенком. В Караганде ищут лучших дизайнеров школьной одежды. Палата предпринимателей объявила конкурс на лучший дизайн школьной формы. Принимаются как профессиональные, так и народные идеи. Карагандинские школьники продемонстрировали навыки в деле спасения людей. В Центральном парке культуры и отдыха прошли масштабные областные соревнования «Юный спасатель». Трехлетнего ребенка больного ДЦП выгнали из детского сада. Директор учреждения потребовала у матери-одиночки платить дополнительную сумму за особый уход, в котором нуждается девочка. Карагандинка обвиняет сотрудников садика не только в вымогательстве, но и в рукоприкладстве. У нас тяжелая история трехлетняя. Она пережила много. Лиана Султаева не может рассказывать о случившемся без слез. Ее дочь выгнали из частного детского сада, обусловив это тем, что девочка нуждается в особом уходе. Румеса страдает ДЦП. Причиной разноклассия послужил отказ матери-одиночке платить дополнительно 10 тысяч сеньге директору детского сада Балахай. К садику девочка привыкла быстро. Привязалась к воспитательнице, которая отметила, что ребенок вовсе не проблемный. Однако стоило ей уйти на больничный, директор садика поспешила устроить Румесе и ее маме теплый прием, заявив, что не намерена более присматривать за больным ребенком. То есть она выкинула наши вещи со шкафчика собственноручные. Ну там всякие унижающие моего ребенка слова были сказаны. А как же она сказала? У вас больной ребенок, а вы что-то от нас хотите? По словам Лианы, из всех возможных дефектов у ее дочери есть лишь хромота. В остальном же ребенок ведет себя, как и все остальные дети. Самостоятельно играет, хорошо говорит, имеет открытый характер и дружелюбный нрав. Однако за несколько дней, проведенных в детском саду, трехлетнюю девочку одолел страх. Она рассказала своей маме, что ее била медсестра и пугала, повторяя, твоя мама за тобой не вернется. Сестра, она говорит, меня побила сестра. Я говорю, какая сестра? Сестра меня побила. Я говорю, как она тебя побила? Она мне показывает по голове и по лицу. Я у нее спрашиваю, что она тебе говорила? Почему она тебя побила? Она отвечает. Она говорила, плачь, плачь, твоя мама не придет. Рот закрой. И у ребенка, у нее до сих пор, Она мне с того дня, не переставая, говорит только о том, что я за ней не приду. В детском саду и вовсе заявили, что до последнего не знали о заболевании ребенка. Отрицают и тот факт, что выкидывали вещи девочки из шкафчика. Ребенка никто не бил. С чего вы это взяли? И ее вещи из шкафчика мы не выкидывали. Я этого ребенка приняла как здорового. Мы готовы принять ее вновь. Пусть мама девочки приведет в порядок паспорт здоровья. Нужно провести адаптацию, а не оставлять ребенка на весь день. Лиана Султаева отводить дочку в этот садик категорически отказывается. Девочка, перенесшая операцию всего месяц назад, сейчас находится у родственников. Токжан Лянова, Шалкар Алтенбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Аким Карагандинской области Ерлан Кушанов потребовал системной работы по очистке городов и районов от мусора. 21 июня завершается двухмесячник по благоустройству, санитарной очистке и озеленению территории. Глава региона Ерлан Кушанов потребовал следить за чистотой на системной основе и избавляться от всех стихийных свалок. В ходе двухмесячника в регионе работала отдельная группа, которая устанавливала проблемные места в отношении санитарной очистки. В ходе объездов установлено, что практически в каждом регионе несанкционированные свалки ликвидируются не в полном объеме. На убранной территории тут же возникают новые. Глава области Ерлан Кушанов заявил, что в этой ситуации должна активнее действовать местная полицейская служба. Необходимо выявлять нарушителей правил благоустройства и наказывать штрафами. Эту работу системную надо наладить. Сейчас почистили, завтра то же самое будет. Я согласен, нужно наказывать. Ну это вместе вот МПС, жалоспай. Наладьте эту работу, наладьте. Я уже второй год это говорю. Понял, ясно. И сделайте это публично, вот через средства массовой информации. Вот поймали, кто там этим занимается. У вас же есть оперативные выявления. Также участковые везде. Вы же на передовой вместе с Акимами. И публично это покажите на всю область. Это постоянно должно быть. На аппаратном совещании также обсудили вопросы газификации. В настоящее время разрабатывается проект строительства газораспределительных станций Караганды, Тимиртау и Жасказгана. Над этим работает проектная организация КАТЭК. Иван Жиганович, они отрабатывают в целом раздел проект по городам Жасказган, Караганда, Тимиртау. В этом разделе будут постадийно определены суммы на все пусковые комплексы. Будет определена общая сумма и этот проект пройдет в госэкспертизу. Вместе с этим проектировщики нам сделают раздел рабочая документация по первым пусковым комплексам. Первый пусковой комплекс очень важен для нас. Да, по первым пусковым комплексам, чтобы мы не растягивая сроки, не оттягивая сроки, могли параллельно начинать строить уже там с начала 19-го. Напомним, что в Карагандинской области в 2019 году планируется начать строительство газораспределительных сетей. Предварительный проект оценивается в сумму более 21 миллиарда тенге. Крупнейшими потребителями газа станут предприятия металлургической, химической, пищевой промышленности, машиностроения, стройиндустрии и энергетического комплекса. Андрей Тенжа, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Вопросы перехода казахского языка на латиницу обсудили на семинаре по теме «Латенальпиня кушу рухани жангру нигзе». В Доме дружбы состоялось мероприятие с участием общественных деятелей и лингвистов. Ответы на актуальные вопросы касательно данной тематики дали доктора филологических наук Ирден Кожебек и Умрза Кайтпаев. К новой эпохе развития казахского языка готовятся уже сейчас. Масштабная реформа требует массовой разъяснительной работы среди населения. В связи с этим в Доме дружбы состоялся семинар, нацеленный на обеспечение доступа к всесторонней информации о переходе казахского языка на новый алфавит. На мероприятии собрались лингвисты, общественные деятели, сотрудники государственных органов и представители средств массовой информации. Приглашенные гости в лице докторов филологических наук отметили, что в переходе на латинскую графику необходимо учитывать мнение населения. Ведь языковая реформа – это одна из основ идеи по модернизации общественного сознания. Всегда нужно брать во внимание мнение народа, узнать его точку зрения по этому вопросу. При переходе на латиницу не должно возникать трудностей. Правила и нормы должны быть понятны каждому. Это и есть наша задача. В этом направлении мы сейчас и работаем. Ведь языковая реформа – это опора духовного возрождения. Президент Международного общества «Казах-Теле» Умирзак Айтпаев поделился своей точкой зрения касательно вопроса перехода казахского языка на новый алфавит. Профессор считает, что данный шаг является велением времени. «Было много разговоров о латинской графике. Я считаю, что переход на латиницу – требование времени. Я не сомневаюсь в решении нашего президента. Переход на новый алфавит – это логическое продолжение многих реформ и исторических событий, постигших Казахстан. Изменение алфавита – это сложное дело, и мы не имеем права на ошибку». Напомним, по поручению Ельбасе переход на латиницу будет осуществлен до 2025 года. Глава государства поручил продолжить информационно-разъяснительную работу, что очень важно на сегодняшний день. Данный проект нашел положительный отклик среди жителей страны. Торжан Лянов, Шалкар Алтенбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В некотором царстве жили король и королева. Росли у них три дочери-принцессы. И вот однажды злая колдунья предвещала, что принцессы заболеют инфекцией. Но король с королевой узнали, что волшебная вакцина спасет их детей, и они никогда больше не заболеют. Завтра я поведу вас на прививку, а теперь пора спать. Подготовлено Национальным центром проблем формирования здорового образа жизни Министерства здравоохранения Республики Казахстан. Карагандинцы разработают лучшие модели школьной формы для начальных классов. Творческий конкурс объявила Палата предпринимателей Атамикен. На специальной пресс-конференции рассказали о деталях конкурса и о том, что ожидает победителей. Первый этап конкурса среди дизайнеров стартовал 18 июня с приема заявок на участие. Второй этап будет проводиться в первой половине июля. Как отметила директор агентства ProImage и по совместительству организатор конкурса Ирина Нечаева, показать свое видение идеальной школьной формы смогут не только представители фэшн-индустрии, но и все желающие, учащиеся, педагоги, родители. Участники конкурса вольны проявлять фантазию, креативность и смелость. Главное, чтобы форма соответствовала национальным стандартам. Выберем наиболее интересные, наиболее креативные, наиболее соответствующие, конечно, функциональности, потому что это школьная форма для детей, она должна быть удобной, она должна быть комфортной, но и в то же время, конечно, она должна быть красивой, потому что современные дети даже с 5-6 лет, они уже имеют свой определенный вкус на себе. Ну и, конечно, мы будем смотреть на качество материалов, из которых будет изготовляться эта форма. Организаторы отметили, что моделей школьной формы будет несколько, поскольку будут учитываться материальные возможности родителей, статус школы и, что самое важное, пожелания самих детей. Задачей конкурса является отнюдь не желание лишить детей индивидуальности, а наоборот предоставить право выбора. Ожидается, что введение единой школьной формы в начальных классах даст толчок для развития малых предприятий. А сам пошив, чтобы был на местах, чтобы те же самые родители пришли в это ателье и сказали, ну что вы мне тут пошили? Понимаете, вот она была претензией. Максимальный контакт населения, людей наших с товаропроизводителем. В завершение конкурса специальной комиссии будут выбраны 5 самых лучших работ. Именно они будут рекомендованы для введения единой школьной формы в начальных классах. Помимо этого победители ждет вознаграждение в размере 10 тысяч тенге. Если пилотный проект успешно реализуется, то с большей вероятностью приступят и к разработке моделей школьной формы для учащихся среднего звена. Токжан Лянова, Аман Кожанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Российские врачи проведут трехдневный семинар для карагандинских медиков. Своим передовым опытом делятся специалисты Омского центра повышения квалификации работников здравоохранения. Организатор семинара – Карагандинский областной высший сестренский колледж. Самое большое количество смертей у детей в детском возрасте – это дети, которые имеют проблемы перинатального периода. Новые технологии и методы ухода за недоношенными детьми обсудили в областном перинатальном центре. Преподаватель – врач-неонатолог из Омска, кандидат медицинских наук Александр Смагин. Специалист отмечает, сегодня наукой доказано, что главным человеком для выхаживания недоношенного ребенка является его мама. Поэтому те технологии, это метод кенгуру, метод рук, так называемый искусственных рук, это, конечно, очень важный момент. И те технологии, которые я хочу представить и буду представлять сегодня, это освобождение и исключение повреждающего действия на их только развивающиеся органы, слуха, зрения, осязания, обоняния – те технологии, которые применяются сейчас во всем мире, в России, ну и в ваших тоже казахских родильных домах и перинатальных центрах. Еще одно направление, которое представили российские гости – оказание экстренной помощи при критических состояниях. Здесь главными слушателями выступают медицинские сестры и фельдшеры, в особенности школьные медработники. Особое внимание уделяется квалифицированной помощи при острых аллергических реакциях. Мы сегодня будем решать задачи, чтобы быстро, качественно, в течение пяти минут мы смогли обеспечить жизнеспособность человека. Это очень задача трудная, серьезная, и нужно иметь очень высокую профессиональную подготовку к этому, и поэтому, конечно, есть чему научиться. Стоит отметить, что это не первый и далеко не последний визит российских специалистов в Караганду. На протяжении пяти лет областной высший Сестринский колледж организует подобные семинары, приглашая ведущих специалистов разных областей медицины. Медицина на месте не стоит. Она развивается. И сейчас мир нам открыт. Мы бываем в различных странах, действительно, сравниваем. Но вот это российское образование и здравоохранение Казахстану ближе. Вы представляете? И язык нам подходит. Традиция, методика лечения, подготовки. Очень близко нам. В первый день семинар провели в областном перинатальном центре. Далее зарубежные врачи встретятся с медицинскими работниками областной клинической больницы и других лечебных учреждений Караганды. Андрей Теншал, Карл Тенбеков, Андрей Тимофеев. Первый карагандинский. Карагандинские школьники продемонстрировали навыки в деле спасения. В Центральном парке культуры и отдыха прошли масштабные соревнования «Юный спасатель», организованные Департаментом по чрезвычайным ситуациям. На мероприятие областного масштаба приехали 80 учеников из школ, районов и городов области. В соревнованиях «Юный спасатель» проводятся каждый год. Главная цель – привить детям любовь к здоровому образу жизни, научить их проявлять спокойствие и собранность в экстремальных ситуациях. Зачастую, принимая участие в подобных соревнованиях, дети проникаются интересом к профессии спасателя. В текущем году в областном соревновании приняли участие 10 команд со всего региона. Мероприятие интересное, дети проявляют интерес к нему. В дальнейшем многие из ребят выбирают профессию спасателей. Соревнования отличаются насыщенной программой. Школьники должны проявить себя в четырех этапах, таких как боевое развертывание, поисково-спасательные работы в условиях природной среды, а также спасательные работы на водной акватории и оказание первой медицинской помощи. Помимо основных этапов для участников устраивают викторину и конкурс «Ценгазет». Каждая из команд показала себя лучшей на уровне своей школы, прежде чем попасть на соревнования областного масштаба. Среди команд есть и фаворит. Каждый год отличный результат демонстрируют тимиртаусцы. Ребята побеждали и в международных соревнованиях. В этом году состав команды обновился, однако рвение к победе сохранилось. По словам капитана Давида Фунтикова, подростки тщательно готовились к важному соревнованию. Мы тренировались каждый день, приходили нас в пожарную часть 22-ю в городе Тимиртау. Нам были уже не рады, типа мы приходим каждый раз, заставляем, стоп, нас тренировали, гоняли. Тренировались где-то три часа. Я считаю, моя команда сильная, мы покажем то, что нас тренировали в нашем городе. Выступим достойно, не подведем своих. Масштабное мероприятие позволило раскрыть потенциал детей, научило их командной работе и укрепило связь между учениками и преподавателями. Последние больше других переживали и болели за своих подопечных. Я верю в свою команду. Они очень шустрые, долго и тщательно готовились. Надеемся на хороший результат. С приветственным словом на сцене Центрального парка культуры и отдыха выступили представители Департамента по чрезвычайным ситуациям и Управлении образования. Для участников и болельщиков была организована выставка аварийно-спасательной техники и снаряжения. Необходимо отметить, что команда, признанная сильнейшей, получит путевку на республиканские соревнования. Полицейских, которые спасли на пожаре троих человек, наградили в преддверии Дня Казахстанской полиции. В железнодорожном отделе полиции состоялось торжественное мероприятие. В декабре прошлого года участковый инспектор, лейтенант Асыл Жуманов и сержант Сержант Анатов, патрулируя улицы в сортировке, заметили черный дым, который шел от частного дома. Дом и машина, припаркованная во дворе, сгорели полностью, но люди остались живы. И все благодаря оперативным действиям полицейских. Они вынесли из горящего дома двух женщин, помогли мужчине. И сегодня в их честь в железнодорожном отделе полиции организовали праздник. В общем, сегодняшнее мероприятие приурочено в преддверии 26-й годовщины Содня образования Казахстанской полиции. Празднится 23 июня. Сегодняшнее мероприятие мы проводим в рамках уроков мужества. Где мы сегодня чествуем сотрудников нашего отдела полиции, железнодорожного отдела полиции, которые отличились при несении службы, совершили героический поступок. Значит, спасли гражданских лиц из пожара. На собрании было отмечено, что стражи порядка не считают свой поступок героическим. Так должен поступать каждый, заявляют полицейские. Этот случай так и остался бы никому неизвестным, если бы спасенный владелец дома не придал его огласки. Именно он направил благодарственное письмо на имя начальника областного ДВД с просьбой наградить полицейских. Я хочу поблагодарить начальника отдела полиции поселка Сортировки за оказанную помощь и воспитание таких сотрудников полиции, как Асила и Сержа. Потому что ребята молодые, то есть не испугались ни огня, ни дыма, подлезли в дым, в огонь и оказали помощь. В рамках торжественного мероприятия был показан художественный фильм «Операция Сирена», снятый областным департаментом внутренних дел. В картине рассказывается о подвиге сотрудника полиции Александра Истомина, который погиб при задержании особо опасного преступника в октябре 2000 года. Завершилось мероприятие праздничным концертом. Андрей Теном, Анкужанов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. О новостях на сегодня все. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 42-06-49 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Сау Болгстер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова